Лишнее убираться? Да, куда, да. Я не знаю, что вам так скажу ещё. Я буду монтажировать ещё потом. Так, вот, классно вообще. Тут сзади прям супер. Так. Ты же вопросы будешь задавать, я буду отвечать. Ага, хорошо, давайте. Всё, раз, два, три. Здравствуйте, да, и расскажите про себя, сколько лет уже занимаетесь, чем занимаетесь и откуда научились. Я занимаюсь этим ремеслом уже, можно сказать, с детства, потому что я жила с бабушкой и помогала ей, и училась у неё многому это вышивать, работать с войлоком. Но после, в детстве я уже сама решила, что я хочу быть дизайнером, и поступила в университет, и закончила на дизайнера в 2005 году. И вот с тех самых пор и до этого времени я работаю с войлоком. И мне эта профессия и моё, как бы, ремесло очень нравится. А вдохновение откуда берёте? Вдохновение, оно как бы само по себе приходит. Вот когда идёшь по улице и увидишь что-то, ну, красивое дерево или красивые цветы от природы, как-то по-разному. А какие у вас стремления, планы на будущее? Планы на будущее? Ну, очень много планов, конечно. Создавать новые интересные вещи. Также хочу создавать одежду в будущем, и как бы, чтобы был ассортимент не только вот войлочные изделия, ну, как бы, для всех. И для детей, и для молодёжи, и для более взрослых. И для интерьера также. Очень много планов. Расскажите про мастер-классы, которые вы проводите здесь, в городе. Мастер-классы я провожу иногда в ресурсном центре, Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку ремёсел, технологии фельдцевания. Это технология, значит, использования специальной иголки, с помощью которой изготавливаются войлочные изделия. Это, получается, сухой метод валяния. Всё, спасибо большое. Спасибо. Ну, вообще, молодец.